Тимур Хохотович, Галский район один из самых важных для Абхазии. Могли бы вы сказать об основных направлениях, которые реализуются в этом районе, чем живет район, на какие направления делаются акценты у вас? Как вы правильно отметили, Галский район Абхазии является особым районом, в котором перепрелись все наши противоречия и сложности, которые есть в отличие от всех других районов. У нас такие же проблемы, как и в других районах, но они еще обусловлены тем, что мы находимся по соседству с Грузией непосредственно, и население Галского района, к сожалению, пока ориентированное на республику Грузия, и наша задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию в этом плане. Каким образом вы ее реализуете? Мы ее реализуем теми методами, теми инструментами, которые мы имеем. Мы проводим работу через средства массовой информации, мы поднимаем бюджет района, и эти деньги, которые поступают, мы направляем на социально-экономическое развитие района. Вот, например, в прошлом году у нас есть село Гуда, в котором не было уже 20 лет, там электроэнергия была, но ни один житель, а их там очень мало осталось, не мог подключить ни телевизор, ни холодильник, и вот 800 тысяч было выделено из резервного фонда президента, для того, чтобы мы сменили там несколько десятков километров линий передач, и в конце концов нормальная электроэнергия, там 200 киловатт, пришла в дома, мы ремонтируем дороги, занимаемся водоснабжением, то есть социально-экономически мы должны, конечно, больше внимания оказывать Гальскому району, потому что население, когда начинает чувствовать заботу, они и в политическом плане начинают меняться, они начинают смотреть в сторону Сухума, а не в сторону Тбилиси, и это большая задача. Я хотела спросить, население, оно, вот вы говорили, должно чувствовать заботу, и тогда они могут переориентироваться, сменить свои приоритеты, да? Могли бы вы сказать, насколько оно чувствует, есть ли какая-то отдача или какая-то информация об этом вот у администрации района по поводу того, как меняется или не меняется восприятие жителей Галовского района? Конечно, меняется, конечно, меняется. Гальцы почувствовали, особенно жители города, что власти заботятся о них здесь, они видят, что мы проводим в городе большую работу, городское хозяйство постоянно занимается тем, что все больше увеличивает свои возможности по той же чистоте, которая в городе у нас есть, и уже даже не гальцы приезжают и замечают это. Мы своими силами ремонтируем водопроводы по улицам, занимаемся латанием асфальта, потому что положить асфальт, это для нас, конечно, очень дорого, у нас мы не можем себе позволить, но все гравийные, ракадные дороги, которые есть в городе, у нас есть крейдер, который мы тоже из собственных средств закупили в свое время, он постоянно работает, постоянно мы поддерживаем эти дороги. Та дорога, которая с помощью Российской Федерации была отремонтирована, она имеет стратегическое значение для нас, и это все не может не сказываться. У людей, они сами говорят, что появилось настроение жить, люди начали вечерами прогуливаться в парках, ходить в кафе. В прошлом году это было для нас, как со стихийным бедствием можно было сравнить, то, что была проблема с мраморным клопом, и мы впервые за все эти три года в этом году не смогли выполнить бюджет по налоговым поступлениям. Проблема с мраморным клопом, это действительно не только для Галовского района, но и для всей Абхазии очень большая проблема, и с кем вы в этой связи работаете, и насколько эта работа эффективна, или все-таки это такое природное стихийное бедствие, с которым человеку тяжело справиться? Мы привлекали множество специалистов, обращались к международным организациям, Движение против голода нам очень активно поговорило с сотрудничеством с Минсельхозом. Минсельхоз выделял нам в прошлом году 4 миллиона на борьбу, это большая цифра района для нас. Мы единственные, которые имеем применение авиации. Но когда люди слышали, что мы применили авиацию, они думают, что мы там тотально, мы применяли третью группу химикатов, которая не опасна ни для пчел, ни для животных, ни для когда мы применяли авиацию, а там, где применили, скажем, другую группу, более опасную, это вдалеке от поселков. Несмотря на все наши усилия, мы не смогли, особо никакого эффекта мы не почувствовали в этом лечении. И мы сегодня находим другие пути борьбы с ним. Это обрезка деревьев, это уборка и обработка самих деревьев, чтобы они повысить их иммунитет. Очень большое внимание оказывает правительство в этом плане. И будем бороться. Но шансы, конечно, у нас невелики, но нам ничего не остается. Такая же проблема в Грузии, она даже еще более масштабно у них выглядит. Я хотела спросить о показателях по бюджету, которые стояли перед районом. Насколько они были выполнены? С учетом того, конечно, что была вот эта вот экологическая катастрофа, связанная с мраморным клопом, вот в других аспектах, как все это прошло у вас? Более 85% у нас выполнение налоговых поступлений в бюджет. У нас самое большое отставание это по арендной плате на землю. Там всего у нас поступление 22%. Но по всем видам налогов у нас есть перевыполнение. И в общем бюджет мы выполнили более чем на 80%. Конечно, в этой ситуации, которая у нас была, когда людям на самом деле, скажем, трудно платить эти налоги, потому что орех – это единственный источник. Есть очень много хозяйств, которые вообще даже, скажем, одной сотки земли ни кукурузы не выращивают, ни других каких-то. Вот все вот это орех. И у нас сложилась к концу года очень сложная ситуация. Более 500 семей, которые фактически оказались на грани голода. И мы этим людям, у них не было ни кукурузы, если там какая-то живность какая-то у них была, но вы понимаете, что если нет хлеба, это хлеб всему голова, да, как говорилось. И мы фактически этим семьям оказали помощь своими силами на 2 миллиона рублей. Фактически у нас были запасы кукурузы, более 40 тонн рушенной кукурузы. Мы людям раздали, это надо было видеть, как эти люди плакали, когда эту кукурузу мы приносили домой. Естественно, эта помощь должна продолжиться. Я думаю, что в этом году и правительство, и в парламенте этот вопрос поднимался. Будет у нас помощь вот такая адресная для тех людей, которые трудно, инвалиды, многодетные семьи и так далее. Да, действительно, большинство жителей района зависят от урожая, от того же ореха, цитрусовых и прочее. Но вот такая ситуация сложилась, что действительно сейчас и урожай не получается собрать, и как бы все портится из-за этой природной катастрофы, скажем так. Есть ли у района планы предоставить людям возможность заработать, может, в какой-то другой сфере? Думаете вы об этом? Потому что неизвестно, как долго это продлится. Да, мы думаем об этом. Мы единственный район в Абхазии, где указан президент осознан особая экономическая зона. Мы об этом вначале как бы не рекламировали этот, потому что у нас много на той стороне тех противников, всяких наших улучшений, но в этом уже определенная работа проведена, и мы можем уже говорить об этом. И более того, я хочу обратиться ко всем нашим предпринимательным, к ассоциации, которые возглавляет Кочарава, что в Гальском районе есть возможность в особой экономической зоне открыть производство, которое не облагается налогом. Ни НДС, ни ввоздой пошлиной. Там 7 тысяч гектаров земли. Есть управляющая компания. То есть все условия, я вот, наверное, сейчас для жителей Абхазии это тоже будет для них такой новой информации, потому что я сам говорил, как-то были такие политические, которые мы не очень это рекламировали. Там можно открыть, и это есть один из наших шансов, что появятся рабочие места, и люди будут не только сельским хозяйством заниматься, но и производством получать. Есть уже инвесторы, не побоюсь, потому что они на своих сайтах, об этом уже говорят, из Бельгии, из Франции, которые говорят о том, что очень заинтересованы о том, чтобы здесь, на этой особой экономической зоне, установить свое производство и близость к России и так далее, их это устраивает. Хотела обратить внимание на другие направления, в частности образование. Вот там школы, которые мы пытаемся перевести на абхазскую нашу, республиканскую программу обучения. Как это получается? Вы понимаете, мы в этом году в штат ввели такой помощник главы администрации по идеологической работе. Школы, отдел образования, это есть идеология нашего государства, это есть завтрашнее поколение. Что мы имеем за 20 лет в части Гальского района, я хочу подчеркивать, я хочу вспомнить добрым словом память Азы Михайловны, Гума, которая так много сделала в Гальском районе, что мы имеем там несколько школ, там до 9 школ, где ведется программа обучения по программе Министерства образования, а в 11 школах нижней зоны, где было трудно пройти, я не хочу говорить, не хочу сравнивать те времена, на самом деле, но даже когда уже стало, как бы в этом плане, можно было работать, мы упустили, конечно, какое-то время, и там целое поколение людей не просто были воспитаны в плане идеологии, а даже не могут говорить, я уже не говорю на абхазском, на русском языке, просто написать заявление, как мы с этими людьми должны работать. Вы представляете, какая-то проблема, это молодежь, которая выросла целое поколение и не может, кроме здравствуй, как не говорить ничего, они кроме грузинского и мегрельского языка ничего не знают, абсолютно ничего не понимают, они ходят, приходят ко мне с переводчиками, которых находят в городе своих сверстников, зайдемте к главе, чтобы ты перевел, что я хочу и так далее, понимаете, и это очень серьезная проблема. Более того, я вам скажу, у меня были пресс-конференции, вы помните, раньше, где мы показывали, какие учебники истории были в этих школах, о чем они говорили, что это абсуйские племена, которые приехали от теории Инга Роковых, показывали о том, что Россия, как медведь, разрывает это, учебники, по которым учились дети в Гальском районе, а мы зарплату платили учителям. Я знаю, что трудно было контролировать, выехать в 2014 году, когда я приехал, чтобы я выехал в Гальск, в нижнюю зону Гальского района, на встречу с людьми, меня сопровождали сотрудники милиции, полиции, несколько машин, дорога разбитая, чтобы выехать там, проехать 20 километров, и 2 часа в пути. Сегодня я могу один сесть за руль, проехаться по всем этим селам, это все может произойти в течение часа-полтора. Конечно, я думаю о безопасности, я там не один, но совсем другая ситуация, абсолютно другая ситуация. И это чувствует Грузия с той стороны. И это прекрасно, они понимают, что ситуация в Гальском районе очень сильно начала меняться. Мы закрыли контрольно-пропускные пункты, которые дали свой положительный эффект в этом плане. Мы поменяем систему образования. Для того, чтобы дополнительно стимулировать учителя абхазского языка, мы ведем переговоры с общественными организациями, которые могут нам помочь дополнительно, кроме тех, что дает государство, там 5 тысяч, это очень мало, чтобы человек выехал в дальние села. И в дальних селах у нас отсутствуют учителя не только абхазского языка, но даже русского языка. Но и мы дополнительно простимулировать их, вот буквально со мной разговаривали, и есть такая, надеюсь, что будет такая возможность, мы это все будем делать. И ситуация на самом деле серьезно изменилась. Мы единственный город в Абхазии, который устроил митинг против сноса памятника Киллманроки в Шотландии. Понимаете? И там выступили люди местные с осуждением политики, которые проводят в Грузии. Это было искренне. Те, которые выступали, это было искренне. Потому что мы сказали, кто будет, они сами вызвались, они сами написали тех, никто им не писал. И это беспокоит. Это очень сильно беспокоит. И вот эти все провокации, которые прошли совсем недавно с этим певцом, который приехал, потом и все остальное, это один из таких провокационных этих на все вот эти наши успехи, которые есть в Гальском районе. Как вы этот инцидент расцениваете? Вы провели целую пресс-конференцию по этому поводу. Просто как человеческий фактор или же какое-то упущение в работе спецслужб? Я не скажу, что это было упущение спецслужб. Вы понимаете, мы должны понимать специфику, что происходит в Гальском районе. Вот я видел заявление политических партий, которые вот из-за этого там, или из-за обмена там Лукава все время требуют отставки президента. Сейчас потребовали мои отставки. Понимаете, как я вот зашел в интернет, в Google и спросил, есть ли пример, что какой-нибудь президент страны, там почти двух-двести стран, когда-нибудь уходил в отставку по тому, что он сделал помилование. Ни одной страны такой нет. А что касается того, что этот певец прошел, это была провокация, устроена специально, не только против меня, но и тех, вот тех лиц, тех местных жителей, которые приняли проабхазскую позицию. Вы понимаете, когда, в чем, что должны понимать наши политики. Если они здесь ведут борьбу за электорат, делая свои заявления в будущем, то мы там переведем борьбу за государственность, там нету электората. У меня в Галь поют, сегодня репетируют грузины и менгрелы в Доме культуры. Другого населения там практически нет. Этот человек был житель города, он десятки раз приезжал. Никаких требований, о которых он, когда выехал, заговорил, чтобы представиться себя, себя там в Грузии, там, каким-то там героем, у него не было. Его дядя живет в этом городе, у него могила отца, его тетя в этом городе живет, у дяди, там, жена абхазская была, и другие абхазские родственники, у него есть это человек, который очень много раз сюда приезжал и считает город Гал своим родным городом, об этом он говорил, он совершенно нормально. А он после этого не связывался, никак не объяснялся? Он связывался и со своим дядей, он сказал им, потерпите. Ну, Ягар вынужден был, так сделать, вы, ничего не можете, чем не могу вам помочь. Он говорит родному дяде. Если вы думаете, что это было просто частной инициативой, представляете, он прекрасно понимает, что подставляет своих самых близких людей, что он сюда, на могилу отца, больше вряд ли попадет, потому что он, как минимум, персон в городе, и более того, у него в этих высказываниях можно найти его уголовную статью. Мы обратились в прокуратуру, прокуратура будет заниматься этим вопросом, это выступление против конституционного строя Абхазии, а он и гражданин Российской Федерации. Мы будем обращаться и в Российскую Федерацию. Меня это не волнует. Это не столько меня волнует. Меня волнует реакция нашего общества. Реакция, возмущение, абсолютно с ней согласен. Но когда ты это переводишь на то, что вот с требованием отставки за это, завтра ни один человек, который будет работать, не застрахован от этого. Мы должны понимать, где должны быть мы солидарны по этим вопросам. Я считаю, намного больше вреда наносят те, которые сегодня ездят по Гарскому району и говорят, скоро мы уберем Хаджимбра, здесь не будет Нодарая, не берите вид на жительство. Мы вам, власть сменится, мы вам будем давать паспорта гражданина Абхазии. Есть такие компании? Не то, что есть компании. Они проводят круглые столы. У нас есть видеозапись, где они об этом говорят. Это наши политики, которые, если мы из этого не стали делать, ну, как бы это, я собирался встречаться с ними, объяснять. Может, люди не понимают. Вы введете, то, что вы ведете, это не популизм уже. Это фактически подрыв основ государства. Понимаете? Но они, это очень известные люди, и они считают, что они ложно представляют, ложные посылы издают. Мы сами ищем среди гальцев тех, кому можем дать гражданство Абхазии. Сами ищем. Если мы находим такого человека, что он не гражданин Грузии, что он лицо без гражданства, мы сами все делаем для того, чтобы он без особых проблем получил гражданство. Но более 96% это граждане Грузии. И очень многие не получили это. Ну, вы знаете, очень многие из них в социально-экономическом плане должны были вынуждены это получить. Потому что сегодня в Грузии они получают пенсии. В Абхазской пенсии 500 рублей, в Грузии 5 тысяч. Получают пособия на каждого, как беженца, по русским деньгам около 1200 рублей. Имеют медицинское обслуживание со скидкой. И очень много других социальных, которые мы в Абхазии не можем предоставить. Пока не всей Абхазии, и тем более особо выделить Гальский район. Но мы должны иметь программу, общую программу развития социально-экономического развития. Ограничение в политических кругах абсолютно правильное решение. Вы представляете, люди находятся в информационном пространстве Грузии. Вот этот же пример 102 показывает же, да, о чем думает как бы большинство, может, жители. И находясь, и давать этим людям право голосовать, ни в коем случае. Мы не дошли до этого времени, чтобы массово выдавать населению. Мы должны смотреть, кому мы выдаем. Такого количества у нас нет. Большого количества. Может быть, там в течение трех лет еще до тысячи человек дойдет, там, граждан. Есть люди, которые, ну, просят, там, вернуть историческую справедливость в Мурзаканской Абхазии. Да, ну, это уже другая категория людей. С ними тоже идет работа. Вы знаете, что мы провели первый сельско-мурзаканский. Это все же идеологическая работа. Это все успехи Абхазского государства в Гальском районе. За последние годы они особо четко видны. Не то, что я глава района. На самом деле, мы в этом направлении очень серьезно продвинулись. Естественно, будут такие провокации. Людям звонят, тем, которые сегодня в Гал из местного населения стоят с Абхазской властям, предлагают на той стороне работу, переманивают их, чтобы они завтра перешли. Угрожаю через родственников, чтобы они, они хотят, чтобы они перешли завтра и сказали, что мы там в Абхазии. Понимаете, это очень серьезная такая работа, в которой, естественно, будут какие-то неудачи. Спешат ли отказываться жители Игалского района от грузинского гражданства? Конечно, нет. Я же вам говорю, может быть, эти люди не столько хотят именно вот такого гражданства, как флага, но за этим гражданством стоят определенные социальные блага. Чем мы можем составить конкуренцию? Мы можем конкурировать тем, что абхазское гражданство им дает, открывает дорогу в Российскую Федерацию. Понимаете, а есть многие, у которых есть родственники в Российской Федерации, и они могут с абхазским гражданством, и они видят, что те, которые как бы обращены лицом сюда к нам, что абхазское государство потом, дальше они, если получат возможность получить российское гражданство, и у них будет тоже такой социальный пакет, который выше, чем грузинский пакет. Понимаете, но мы должны очень серьезно, все-таки должна быть наша собственная программа по оказанию особой поддержки гальского наследования, социально-экономической поддержки. если людям будет жить здесь лучше, если они будут получать заработную плату лучше, они, естественно, будут смотреть. Мы должны посмотреть, что сегодня они живут в информационном пространстве Грузии. Почему мы так занимаемся телевидением, столько мы средств уделяем выходам газет, потому что сегодня они приходят, они все каналы грузинского телевидения, естественно, там проходит их обработка, их сознание, их мироощущение. в школах мы должны не просто учителя, мы должны там полномочия иметь людей, главы администрации сел, заместители, везде мы должны иметь людей, которые, на которых мы надеемся и которые нас не подведут. Эта власть очень сильно не устраивает тех, которые находятся из-за Ингура. Их не устраивает. Раньше очень много было послаблений, как-то мы все на это смотрели по-другому. Сегодня мы в эту информационную войну вступили. У нас неравные силы и неравные возможности в этой информационной войне, которая идет именно в Гальском районе. Вот у нас слишком много шума, где как бы даже выеденного яйца не стоит. Кто-то хочет все время подкидывать сакции, факты, будоражит общественное и не только Галского района и вообще нашей политической жизни. Я недавно слышал от одного из лидеров блока оппозиционных сил, что вот это все, это культура, которая была показана в свое время Хаджиба, когда он находился в оппозиции. Мы 10 лет находились в оппозиции, мы на улице провели три митинга за 10 лет. Мы за три года получили на улице 10 митингов, попытки штурмов, сходов, референдумов. Это совсем не то, что было за 10 лет. Нельзя сравнивать. Я понимаю, что есть определенные люди, которые ненавидят Хаджиба и хоть он завтра золотом покроет все дороги. Но это ненависть плохой совечи. Мы с ненавистью не можем построить государство. Вы являетесь главой Галского района. Вы рады тому, что вам это выпало? Нет, я не рад. Я не рад, если говорить о том, что из-за того, что как нервничают мои близкие родственники, члены семьи. Они меня ждут каждый день как со фронта. Больше всего, когда после требования отставки обрадовалась моя сестра. Она говорит, я три года не могу уснуть. одного брата потерял и жду, когда убьют второго. Естественно, как раз те же мотивы, которые она просит меня уйти, ее как женщину, как сестру, можно, как раз они меня наоборот подстегивают, что если у меня президент получился, и там надо быть, если я могу быть полезен своей стране, и пока у меня есть силы и возможности, я должен быть и возраст не такой, чтобы не помочь своей стране. Вот мотивы того, что я там нахожусь. Я благодарю вас за интервью, желаю вам удачи, всего доброго.